Да ладно, о чем там говорить. Это и верно. Но все-таки, мне нужно раньше выйти с тобой так чудесно. Мы вместе одни с тобой. В ролях Томаш Скрэчман и Дирк Мартенс. Оператор Торнстон Бройер. Костюмер Ульсула Эггер. Этот фильм вам представляет сайт www.gayfilmov.net. У нас гей-фильмы есть. Режиссер Вильма Котуш. Грит ей-Fильмы Изабель! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Андрея Боже мой, Андрея Давай поговорим Я не могу с тобой говорить, не хочу, понимаешь? Ну не надо Пускай кто кого-то ты Подцепил А мне это мешает Я не хочу Что, ты хочешь, чтобы я пожаловался твоей жене? Виктор, принеси мне короткий телефон Что ты здесь будешь делать, если когда-нибудь тебе никто не будет помогать? Этот свет вам прекрасно к лицу А вы не пробовали никогда говорить правду? Правда, а что это? Драгоценность, которую не каждый себе может позволить Алло Алло Ах, мама Да, я сегодня опоздал Да не выбросят они меня Никуда не уволят Да, мама Да Слушай, давай попозже поговорим Нет, я всегда рад, когда ты звонишь, да? Хорошо Ладно, пока Мама Мама Алло 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 Ты занят? Ты занят? Я хочу сказать, ты один? Да Да Я бы с тобой увиделся Хорошо Хорошо, да Я... Да Сейчас же Я бы с тобой увиделся Да Алло Агентин Продолжение следует... 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 Кто? Кто? Да. Кто? Вольф. А что это было? Это Жильян. У него есть рот. Вертом говорят. Но он сказал Вольф? А что же ему еще сказать? Папа, например. Ничего, успеется. Вольф. Вольф достаточно. Ладно, ребенку надо в постель. Ребенку надо в постель, а потом? Потом, я имею в виду потом. Что потом? Ребенка нельзя оставлять одного. Ребенка нельзя. А ты уже взрослый. Взрослый. А что мне это дает? Зайдешь пивка выпить? Телевизора у меня нет. Так что, пока я занимаюсь, возьми что-нибудь почитать. Смотри, раз. Браво. И еще два. А потом пойдем к Барюшке. Вольф. 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 Ну, ладно, ладно, что ты. А теперь на ночь на сон грядущий тебе Вольф расскажет хорошую историку. Вот посмотри, у нас пять пальчиков, а теперь осталось четыре, а теперь осталось три только, а теперь осталось два, а теперь остался лишь один пальчик. Ты посмотри за ней, а теперь и вообще пальчиков не осталось. Ну, посмотри, кого. Ладно, дай Вольфу поговорить по телефону. Дай ему поговорить по телефону. Да, это я, мама. Жюльен здесь. Мама, да не кричи, Жюльен это... Мама. Ну, заезжай и посмотри, как я живу. Да. 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 Ладно, я тебя тоже. Спокойной ночи. Моя мать меня бы видела лучше всего во младенчестве. Не хороший звонок был? Ну, ладно. Ты хочешь побыть один? Слушай, давай лучше увидимся в другой раз, а? Нет, никогда. Мать никогда не прекращает оставаться матерью для нас. А может, не остаться, Вольф? Ты действительно думаешь, что из нас что-нибудь получится? Подружимся? Как ты считаешь? Андрей? Андрей? Ты славный. Один на дабл-фитчер, беда. Один на дабл-фитчер. Ты фильм сейчас кончится? Я смотрю, все равно только конец. Поцелуй, перед поездом, и все хорошо. Ты совсем другой. Я тебе это не говорила еще? Правда? Ты правда это имеешь в виду? Так, правда. Ты совершенно не похож на всех других. Я очень точно знаю, что я говорю. Может быть, это от Текили зависит? Вернер? Эй, привет. Че ты здесь делаешь? Привет, Олег. Почем мне здесь делать-то? Ладно, слушай. Оставайся, где сидел. Все равно сейчас закончится. Ты мне сама говорила, что у нас все по-другому. Я сама в это верила. Ах, верила? Ну и что? Значит, я ошибалась. Ошибалась тебе. Не делай этого. Никогда больше. Никогда. Есть мотеми, где нужно приходить со своей кроватью. Надеюсь, что это входит в сцену. Я увидел после того, как я увидел малыша. Я могу и здесь спать. Я тебе хочу только сказать, что как минимум есть три места в этом городе, где я могу переспать. А кроме того, моя квартира пустая совсем. Так что ложись спать. Я пока у тебя сохранюсь. Завтра с утра мне уходить. Ну и прекрасно. Я останусь посплю. А, да. Ключ, Вольф. Оставь его в замке. Я вас заберу после работы. Слушай, вот такой вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Сварить тебе яичко. Или съешь мусь в мысли. Ну, скажи. Говори со мной. Чтобы стать большим, тебе очень хорошо завтракать надо. Тогда ты всех побьешь. Вот ты улыбаешься. А ведь это предпосылка для хорошей жизни. Меня мой папа постоянно учил этому. И посмотри, что из меня получилось. Ничего. Жалкий парикмахер. Страшная проблема. А все почему? Пойди-ка. Нет. Только потому, что я по утрам плохо завтракал. Пошли к Вольфу. Пойди-ка. Пошли к Вольфу, да? Ну, иди. Пошли-ка к Вольфу. Пойдем к Вольфу. Вот он. Смотри-ка. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Пошли тут. Как я вижу, вы понимаете друг друга. И сразу же тебе твоя чашечка. Пошли. Пошли. Но, тем не менее, у меня... На мне ответственность за 21 ребенка. Это господин Йенсен должен сам решать. Но, секунду, скажите ему, пожалуйста, сами. Он как раз входит. Ну, ладно. Тогда вы снова позвоните. Это была мама Жильена. Сможешь ли ты посмотреть за ним пока? Я тебе сразу говорил, что что-то в этом деле неладно. Да ладно, не возмущайся. Я же не возмущаюсь. Кроме того, ты знаешь, иногда сны сбываются, да? Что, ты его сделал, да? Нет, все еще только в начале. Что там с тобой начало? Ладно, прекратите. И у меня теперь появился новый телефон. 691312. Что с ним случилось? Он подцепил одного. И все там у них по-другому, говорит. Герд. Слушай, у Киперта не... Купишь для меня пару книжек по воспитанию детей? Ой, подожди-ка. Слушай, ты что? Ты что? С женщиной? С женщиной? Я тебе скажу кое-что, Игорь. Жизнь прекрасна с одной минуты на другую. С от минуты к минуте. Так вот, я тебе говорю, ему, Андрею, нельзя ни в чем верить. Этот дерьмок говорит, что заберет нас, и никто к нам не едет. Кроме того, нам нужно что-нибудь из одежки купить. Релиз сайта www.гейфильмов.net Да, если на тебя положиться, то за смертью тебя... Это или-или. Может быть, выслушаешь мое объяснение? Объяснение все время объясняет. Вот так вот. Это уже второй скандал. Ладно, Вольф, поедем по магазинам. По магазинам. Хорошо. Надо кое-какие шмотки купить маленькому. С сегодняшнего дня у меня. А что вчера? С сегодняшнего дня у меня. А вчера что было? Вчера он был случайно здесь. Со мной. Ты что, в папочку его собираешься играть? Да, ну прекрати. В детском саду его же не останешь. А теперь ты его хочешь что, сохранить за собой? Да ладно. Я надеюсь, что это тебе подойдет. Да, Андреев все подойдет. Что бы с ним ни делали, Андреев подойдет. Сама. Чего? Послушай, мне еще 20 марок надо. Сколько надо? 19.45. Спасибо. Слушай, а откуда у тебя столько кола? Зачем это? А, ну да, чтобы быть попроснувшимся и в хорошей форме. Так что? Как ты все это видишь, Андрей? Ну, ладно, я беру на себя жратву и напитки, а если у тебя денег не хватит, то тогда я тебе помогу. Так что, а ужинать я тебя тоже приглашаю. Нас втроем. А сколько времени мы проводим втроем, пока малыш не откажется от нас? Ах ты, черт возьми. Надо купить детскую кроватку. Слушай, можно позвонить? Может быть, кто-нибудь нам выдаст ее на сегодняшнюю ночь. Так, значит, ты тоже хочешь купить детскую кроватку, ну да? Мы же два взрослых человека. Выключи свет, вот там. Слушай, это... С тобой все по-другому. Это просто прекрасно. Ты оставь меня. Не пойдет, а? Встанься. Пусти. Пусти, пусти меня. Из ванной комнаты пантерца принеси. Под умывальником. Где они, Вольф? Под умывальником. Ну посмотри, и штанишки свежие. Что за беспорядок здесь? Бардак. Не забудь, трусики. Тихо. Он только что заснул. Вот там положи. Тихо. Слушай, с ума сойти. Я даже боюсь его разбудить. Встать не могу. Ничто? Встать не могу. Ведь ты видишь. Вижу. Вижу ведь. Я хочу только узнать. Так всегда будет продолжаться? Не знаю. Никогда у меня не было ребенка. Не могу сказать. Нет. А послушай, когда ты... Не кажется, когда-нибудь он будет, сможет спать один? Да прекрати же ты, не смеши. Если бы твоя мать увидела нас вот так вот. Ну, ладно. Все равно это здорово. С ума сойти. Да что там такое? Я посмотрю. Привет. Привет. Я ищу Йенсона. Это Вольфа Йенсона. Сейчас нельзя. Нет, это необходимо. Скажите ему, пожалуйста, что я обязательно должна поговорить. Речь идет о Жюльене. Хорошо, я его приведу сейчас. Он к Жюльене. Послушай, Вольф. Там молодая женщина. Речь идет о Жюльене. Как она выглядит-то? Не знаю. Вообще-то я ее вчера ждал. Вообще-то он уже вчера вас ждал. Я думал, пока он вам не надоел, я его заберу, Жюльена. Забрать Жюльену я не понимаю. Во-первых, вы что, уезжаете? Ну, там свои дела. Да, но он же у меня теперь. Я это знаю, потому я и пришла сюда. Не хотите присесть? Дело в том, что я его должен разбудить, тогда буду. Он спит. Так вот, ни с того, ни с сего, просто, что это мамаша заявляется, будить ребенка. Ничего, он прив... Дай договорить. Привыкнуть ему придется иметь двух отцов. Вы что? Вы думаете, вот так вот вы просто привалите, и мы вам отдадим ребенка? Это ее ребенок. Что значит ее ребенок? Где бы он остался, если бы ты его не забрал? Ладно, я сейчас попить что-нибудь принесу. Можно мне тоже сказать? Можно. Две минуты времени у вас. Мне сейчас не совсем хорошо, и мне надо было уехать, и не хотела взять с собой, брать с собой маленького, не хотела впутывать с собой маленького. Тогда просто оставили в этом самом детском саду. Нет, это все по-другому. Всегда все по-другому. Можно присесть? Ну, что делать? Стулья для этого и сделаны. Андрей, прекрати. А где настоящий отец, если уж у вас так все плохо? Его нет. Его больше нет. Так что? Ты знаешь, как в кино? Андрей, прекрати. Прошу прощения. Не хотите воспользоваться ванной? Это следующая дверь. Вчера я даже не знал, как вы выглядите, а теперь вы залезли даже ко мне в ванную. Ну, надеюсь, я не доставлю вам хлопот. С Желином все хорошо. Я знаю. Может быть, вам надо успокоиться, и лишь потом я отдам вам ребенка. Да, это было бы лучше всего. С Желином все равно. А Жюльену можно еще немножко здесь остаться? Да. Пусть остается. Сколько вы вам захотите? Вы захотите. Да, но я никогда его не оставил. Если нет, то не волнуйтесь. Если уж у меня появился ребенок, ребенок как у девственницы, то как-нибудь я с ним справлюсь. Что там было? Что это было, Вольф? Не знаю. Она совсем с котушек свалилась. Наверное, не надо было отпускать ее на машину. Слушай, ты ответственен за ребенка? Не позволяешь, чтобы тебя с ума сводили? У тебя 21 ребенок, а не только один. Я все сделаю. Слушай, не волнуйся. Я вечером приду. Не знал, но... Извините, но я не мог быстрее. Что случилось? Как что-то случилось? Ну, я должен был... Она попросила вам позвонить. Хорошо, что вы мне позвонили. Что случилось? Эй, это я. Привет, это я. Поехали отсюда. Да, но вы обязательно должны явиться к нам в участок. А можно позвонить от вас? Да, конечно. Все свидетели заявляют, что это преднамеренно сделано. Да нет, там... Она чуть-чуть ранена. Мне надо уйти. Ничего, из отпускных вычтешь. Мне ее надо забрать. Сейчас я вас привезу домой, только вы мне говорите, куда. Я не хочу домой. Все, что угодно, только не домой. Я хочу вас кое-что о чем спросить. Как все это случилось? Потому что в полиции я слышал, что это намеренно. Только потому, что у тебя дежурьен, ты не имеешь права. Ты попросила, чтобы мне позвонили. Просто отказали тормоза. Просто. И в бардачке нашли записку с твоим именем и с твоим адресом. Да, так это все могло быть. Но тем не менее, если хочешь о чем-то поговорить, что-то рассказать, я не думаю, что это что-то даст. Даже это бессмысленно. Бессмысленно. Скажи-ка, а ты что, не понимаешь, а? У тебя есть ребенок. У тебя ответственность на тебя. Ну ладно. Я не знаю, что там за зверь у тебя сидит дома. Но, ладно, не мое дело. Ничего, как-нибудь разминируем. Тогда я тебя заберу с собой. Ко-моему. Пошли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Никогда не связывайся с тем, кто тебя содержит. Он сразу подумает, что ты до последнего вздоха ему принадлежишь. Братец Якоб, братец Якоб. Эй, Вольф, что же ты не позвонишь? Нет, завтра забирай его сам, я не могу привезти. Все в порядке. Да нет ничего, со мной ничего. Да что, чему там быть? Пока. Это был твой друг, мама. Пожалуйста, это не твое дело, не лезь. А ты, Вольф, мой сын. Ты веди себя как мужчина, наконец-то. А как ведут себя мужчины? Да чёрт! Извини. И я ввязался в эту игру, чёрт. Да ты не мог бы оставить всё. Я же не знал о тебе и Андрея, или Вернер, или как его там зовут. Он долго будет жить у тебя? Не знаю. Да всё равно, не всё равно. Это наше с ним дело. Если ты... Ты скажи просто, что считаешь правдой, а не скрывайся. А ты... Ты что, не скрываешься? Да я ей никогда не утверждал, что я храбрая. Есть... Женщины... Да что ты понимаешь? Вот эта старая женщина... Она никогда это не врубится в это. А ты ей пытался объяснить? Ладно, дай я полежу. У меня с самого детства обострённое чувство ответственности. Вот эта старая женщина меня ему научила. Кажется, что у тебя есть взгляд на жизнь. А знаешь, какого сорта человек я? Какого сорта человек был ты? 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 Селеда! Селеда! Вольф, что случилось? Что происходит, Вольф? Да черт же возьми! Вот прямо напротив детского сада, аплодисчинно. Оставь меня в покое. Открой немедленно, или я привык, назову полицию. Ты не осмелишься. Еще как осмелюсь. Ты прекрати, оставь меня в покое. Послушай-ка, а если я полиции расскажу, что ты отказался от ребенка, потому что там черт знает кто, с кем связалась. Есть Вольф Йенсен, который любит Жильена. Ох, какая хитрая. Может быть, тут кто-нибудь еще спрятался, партнер? Вот она как. Вольф. Вольф Йенсен. Ох, что ты думаешь. Да, из этой... Из этой штуки не выпытаешься. Ты сама когда-то говорила. Ты, мать, ребенка, которого я воспитываю, и которые воспользовались моей ванной еще до того, как я спросил, как ее зовут. Пошли. Меня воспитали как христианин, и я тебе помогу. Я тебя не просила об этом. Нет, не просила. Сама. Ты послала ребенка умолять меня об этом. Ну ладно, если у тебя я и чувствую юмора, нет. Да ладно, надо спать ложиться уже поздно. Вот именно. Пошли. КОНЕЦ Что с тобой? Что со мной? Я не хочу иметь с этим никакого дела. Вот в чем. Договаривайся со своей матушкой. О чем тебе со мной договариваться? Нет, Андрей просто Жюльена забирал с собой домой и сегодня привез. Что значит он здесь дома? Дома значит дома. Здесь и Жюльен, и Андрей. Потому что Андрей это Вернер, а Вернер мой друг. Значит, Вернер это твой друг. А вот эта молодая дама здесь, это Тереза. Тереза Маджи Лена и... Да ладно все. Тебе все равно ничего не изменить. Пойдем, пойдем. Сейчас, сейчас идем отсюда. Нет, вы... Я вас никуда не отпущу. Вольф мне никогда не... Не отпустит этого. Андрей, что случилось? Да что там случилось? Все, все кончилось. То что? Так вот без ничего? Что я там буду в дверях у него стоять? Если он позвонит, что... Если этот тип позвонит, он не тип. Так вот, если все... Кто бы не позвонил, меня нет. Андрей, пожалуйста, свои каленые пальчики предоставь в распоряжении гостям и свои детские истории прекрати. Ты злой человек, а ты ленивая тетка. Ясно? Да ладно, хотя бы попробовал. Чтобы несчастья не стало еще больше. А в конце концов, вы, может, подумаете, что я... Я думала, что вы и Вольф... Дело в том, что у него была уже подруга. А, была? И так как вы все равно не знаете, куда девать ребенка, а Вольф, ну что делать? Он очень любит детей. Но это как раз вот все это... Только желание матери. Мама! Мама, черт возьми, остановись! Я всю свою жизнь мечтал иметь семью, а когда все нормально, ты приехала. Значит, все от меня зависит. Это было слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Да что там прекрасного! Мечтать быть женщиной, лежа в объятии мужчины. Почему ты не можешь быть таким же, как и остальные? У Терезы есть ребенок, и она такая милая, такая славная. Прекрати, мама! Ты родился мальчиком, и ты не можешь притворяться женщиной. А теперь оставь меня, мой пояс уйдет. Мама, почему ты не разрешаешь мне быть таким, каким я есть? Потому что это скверно, грязно. И когда первый раз на тебя подадут в суд за злоупотребление малолетних, я тогда повешусь. Как ты можешь говорить такую ерунду? Это у тебя дерьмо в голове. Мама! Я не трахаю детей! Я твой сын! Я твой сын! Я твой сын! Твой сын! Я твой сын! Твой сын! Релиз сайта www.gelfilmov.net Субтитры создавал DimaTorzok Попробуйте завтра позвонить Так, все хорошо, либо все, либо ничего Да попробуй еще раз Ведь ты все равно ничего не теряешь Да ничего у меня не осталось терять Подумай, придумай что-нибудь Я тебе с самого начала говорил, если ты хочешь поиметь этого типа А мне насрать на то, что ты говорил А может быть сделать что-нибудь по-другому с вашими голосами? Ведь это дерьмо, как все это выглядит Подуй Нет, два равня подходит Не пойдет Я думал Что ты думал? Я думал Загляну, смотрю Посмотрю Заглянешь, это твой дом Я хотел посмотреть Как у вас дела Да как у нас дела Просто так, чем вы занимаетесь? Чем мы занимаемся? Зачем нам заниматься? А чем бы ты предложил заняться? Что-нибудь, чем-нибудь сумасшедшим? Ты же, Лена, я Ну, скажем На звезды посмотреть Я в детстве с ума сходил Когда смотрел на звезды Вон, посмотри Там совсем большая Как она упадет Неа, неа Как ты на ней не давал кормить Жилье С мамой вы нормально поговорили? Штерн Звезда Звезда С Вернером? Нет, не с Вернером Если звезды падают Тогда сбывается желание Шильян, посмотри Вон наверху, видишь? Большая-большая звезда Она теперь твоя А твоя подружка какая она была? Шила? Шила Она была социальным сотрудником Матери казалось Ей она надеялась Ты что, прав? Уверен, что ты правильно поняла? Да? А у тебя много связей? Ведь это тоже так называется, да? Ты хочешь сказать Много ли я ебузь по сторонам? Раньше, да Теперь нет Теперь стал осторожнее Ты знаешь почему? Алло, квартира Енсена? Положили Мама 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 Вольф! 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 Привет! Вольф! Оставь меня какое! Ах, вот ты где! Пошли, отвезу тебя домой, ладно? Что теперь произошло? Ну, коли ты мне не поможешь, то я тогда совсем умру, что, да? Оставь меня, почему мне так трагично? Да ладно. Ханя, он уже расплатился? Все нормально, завтра расплатится. Спасибо тебе! Слушай, давай на домой, не начинай опять! Это, черт возьми! Это опять, я хочу всего, понимаешь? Всего, но только не домой! Да ладно, прекрати! Ну что, ты думаешь, что все-таки у вас что-то выйдет? Склеится? Понимаешь, он такой идиот, что он все видит! Понимаешь? Ладно, иди, я подожду! Привези машину! Но ты подождешь! Я подожду! Черт! Черт возьми! Дерьмо ты! Сам ты дерьмо! Отвези меня куда? Ну там, куда, где я дома! Надоело мне все! ЧАЙТЕ! Чёрт возьми! Вот и ещё... Я куплю пушку и прикончу тебя нахрен! Андрей! Прекрати это... Да, я заплатил за эти тарелки! И пускай, если чё, там лишнее поставишь мне в счёт! Радуйся, что я в постель вам не положил динамиду! И молись Богу! Молись Богу, чтобы у меня был кто-нибудь другой! Ты меня понял, Вольф Йенсен? Я тебя не спрашиваю, что ты сделал! Если бы меня не было, он бы остался? Может быть, да, может быть и нет! Может быть, да, может быть и нет! Вольф Йенсен! Вольф Йенсен! Вольф Йенсен! ФОРОН Его замечательное ФОРОН ФОРОН Что это? Да чёрт! Что это ты делаешь-то? Ты что, думаешь, что это особо мужественно или что? Да. Если болит, то пускай уж все об этом знают. Пошли. Боже мой! Андрей, ты с ума сошёл! Отчего это ты... прибежал? Прекрати, давай поговорим. Нечего нам уговорить. Ты убежал. Я вернулся. Ах, водный пистолет. Ах, дерьмо. Я хотел попробовать. Ты говно. Я всегда знал, что ты говно. Ах, водный пистолет. Но я могу даже не убить. Ах! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Куда? Просто прочь. Завтра уже могут легавые прийти. Или попечительный совет, или легавые. И ты же хочешь просто свалить? Свалить. Даже не знаю, я хочу убежать от людей или от болезни. И ты действительно хочешь убежать? Ну, разве ты не понимаешь? Жюльен, он же у двух гомиков. Ну да, гомики, и спит, это прямо один в один. Тереза, наверное, об этом и тоже подумала. Она не знала, что мы тоже боремся против этого. Поехать. Поедем на море. Воздух ему поможет. А тогда подумаем. Марлис, подойди-ка. Мне на пару недель надо в отпуск. Без сохранения содержания. Что? Ну, это из-за Жюльена. Его мать налажила для себя ручью. Боже мой. Понимаешь, у нее был спиц. И Жюльен тоже заражен. Боже мой. Такого не может быть. Да нет, все это верно. Может. Не знаю, что надвигается на меня. Не знаю, что надвигается на меня. Что ты, а что-то ты разорался? Не бойся, не бойся, Жильен. Мы поедем к Большому морю, увидим чаек и будем смотреть на волны. Релиз сайта www.gayfilm.net Релиз сайта Релиз сайта Релиз сайта Релиз сайта Релиз сайта Релиз сайта Релиз сайта